Девушки отдыхают Это значит, что горожанам нужно подготовиться к тому, что теперь чаще будет чесаться нос и слезиться глаза Без этого, увы, пара тополиного пуха никак не обходится Где-то неделю назад здесь, рядом со спуском к дому номер 15 по улице Запорожской, чуть не произошла трагедия Маленький ребенок, оступившись, угодил ногой в открытый колодец ливневой канализации Благо, на помощь подоспели взрослые и падение удалось избежать Тем временем колодец так и остался открытым Несмотря на то, что местные жители неоднократно обращались на портал Управляем вместе по поводу решения этой проблемы Правда, недавно на ловушке появилась тонкая фанера, придавленная кусками бетона Но даже при небольшом дожде фанера промокает, деформируется и особо ситуации не спасает И этот участок тротуара вновь становится небезопасным Никак не можем понять, почему так долго не решается коммунальная проблема на улице Балхашской Уже третий месяц вдоль тротуара лежат спиленные ветки Напомним, деревья кранировали для того, чтобы высвободить линию электропередач Произошло это еще в апреле Мы уже неоднократно снимали сюжеты на эту тему Но коммунальщики почему-то никак не могут вернуться на объект, дабы привести его в порядок На днях во дворе дома номер 224, все по той же улице Балхашской, рухнул огромный китайский клен Перегородив при этом тротуар Долгое время дерево лежало на дороге Местные жители прислали нам тогда несколько фотографий И вот, наконец, сюда приехали специально обученные парни и освободили проход Так что путь теперь свободный Но вот дерево при этом никуда не делось Оно по-прежнему лежит под окнами местных жителей Практически в нетронутом состоянии Лишь распиленное в нескольких местах Не один день пермячка Светлана Хохлова, прогуливаясь по Балатовскому парку Разыскивала, как она его назвала, музыкальное дерево Издающее какие-то особенные звуки Которые бодрили всех окружающих Не только людей, но и птиц И вот, наконец, нашла дирижера этого оркестра Им оказался дятел Ни в коем случае не забывайте о том, что продолжается наш конкурс на лучшую новость недели На этот раз победитель получит в подарок сертификат на 1 тысячу рублей От магазина рыболовных товаров Таймень Фиш Таймень Фиш поздравляет всех рыбаков с началом рыболовного сезона Все для начинающего рыбака и заядлого рыболова В магазинах Таймень Фиш на Куйбышево 98 и Мира 83 Ну а сообщения для дежурного вы можете передавать, как всегда В нашу информационно-справочную службу по телефону 2-630-300 Мы же на этом прощаемся Поменьше вам разочарований и побольше хороших новостей Удачи и до скорой встречи Субтитры подогнал «Симон»